Эта радость со слезами на глазах. Они тоже приближали этот день как могли. Ветераны завода ПАО Кузнецов трудились в военные годы днём и ночью, чтобы бесперебойно поставлять на фронт двигатели к штурмовикам Ил-2. Мы ежегодно собираемся здесь и постоянно отмечаем годовщину победы над фашистской Германией. Мои родители начинали строить здесь этот завод и защищали нашу страну путём изготовления моторов авиационных. И мы дети. У нас стоял один вопрос, одна проблема после родителей идти на наше предприятие. В преддверии Дня Победы ветераны ПАО Кузнецов встречаются каждый год, возлагают цветы к вечному огню, вспоминают ушедших коллег и делятся своим опытом с молодым поколением. Связь поколений на нашем предприятии поддерживается очень активно, в том числе благодаря самим ветеранам, которые не забывают дорогу к своему родному заводу. Они с удовольствием делятся опытом с нами, с молодёжью, с представителями производственных подразделений. Ветераны вместе с руководителями завода и молодёжью высадили аллею «Яблонь и сирени» в память о яблоневом саде, который был на территории завода в 1942 году. Его посадили в годы войны, чтобы обеспечить своих детей свежими фруктами. Но в середине 60-х годов сад вырубили для постройки нового корпуса. Этот сад выкорчевали, но остались фотографии в альбоме о периоде Великой Отечественной войны. Мы решили в память об этом саде в год нашего юбилея, в год 105-летия, возродить эту идею и попробовать опять высадить сад. А позже рядом с этой аллеей поставят памятник авиационному двигателю МК-12, который изготавливается на заводе уже более 60 лет. Татьяна Дмитриева, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.